В нашей прошлой программе мы начали разговор о возрастных кризисах детского возраста, говорили о кризисе одного года и кризисе трех лет, а сегодня подробно разберем кризис семи лет и сложный подростковый кризис тринадцати лет. И, как всегда, нам поможет разобраться в ситуации психолог. Кризис семи лет. Переживая кризис семи-восьми лет, ребенок готовится к новому периоду своей жизни – шкоре. Особенности этого этапа – привыкание к учебным нагрузкам, изменение взаимоотношений со старшими членами семьи, общение со сверстниками, каждый из которых в той или иной степени переживает кризис. Полина Осипенко – психолог. У детей может повышаться плаксивость, они могут больше менять свое настроение. Родители обычно отмечают то, что дети психуют, истерят, что они вот такие взрывчатые, по любому пустяку. Это самое первое проявление. Второе проявление, что даже смелые детки, они могут вдруг становиться стеснительными очень. И родителям это тоже кажется странным. Вот он был такой, со всеми знакомился, а тут неожиданно зажимается. Также, что очень тоже парадоксально, это появление страхов. Тоже даже очень смелых деток могут проявляться страхи. Например, ребенок, который уже давно отучился спать с родителями, спит в своей комнатке, может приходить к родителям среди ночи, говорить там, что я боюсь, мне страшно. И тут тоже не стоит бояться, это все с возрастом перерастает. Что делать маме и папе кризисного ребенка? Во-первых, не паниковать, помнить, что сложный период не продлится долго. Но в итоге ребенок научится действовать самостоятельно в любой ситуации. Во-вторых, родителям надо изменить свое отношение к ребенку, дать больше свободы. Важно меньше опекать сына или дочку. Заботы должны проявляться не в тотальном управлении жизнью ребенка, а в контроле и осторожном наставлении. Также я здесь родителям рекомендую часто отдавать детей в спорт, даже если они до этого не ходили, потому что это момент как раз-таки проработки разных-разных трудностей и дисциплины, что тоже очень важно. И здесь также важно учить детей говорить о своих чувствах. То есть, как ранее я сказала, что дети, например, плаксивы или стесняются и так далее. Учите детей на собственном примере проговаривать чувства и искать причинно-следственные связи. То есть, откуда у вас это может быть. Например, я огорчен, потому что сегодня я не справился с таким-то заданием. Или я поссорился со своим другом. Это очень важно в этот возраст. Кризис этого возраста связан в основном с переходом на новую стадию интеллектуального развития. Переход от наглядности к дедукции и пониманию. Конкретное мышление сменяется логическим. Кроме того, именно в этом возрасте у ребенка впервые появляются вопросы. Кто я? Куда я иду? И что хочу сделать в жизни? Этот временной период мы сравниваем, как будто наш ребенок пришел в огромный магазин, где на полках стоит просто нескончаемое количество разных баночек. И вот ему нужно выбрать одну, с которой он пойдет по жизни. Родителям в это время самое главное не терять авторитета. Ребенок должен понимать, что самое главное мнение – это мнение мамы и папы, а не друзей и приятелей. Зачем вообще нам нужен этот авторитет? Потому что, как я уже сказала, что ребенок больше на общество свое взгляд оборачивает, но при этом он еще привязан к семье. И если родители сохраняют этот авторитет, то понятно, что он не будет знать всех тайн подростка, но основную часть он будет знать и сможет ему помогать. Хочу сразу сказать родителям, что самое главное – это не врать ребенку. В данный возраст у детей повышена, во-первых, настороженность, и они еще сохраняют вот эту детскую чувствительность ко лжи. Если они это чувствуют, что вы им врете, то они закроют свои двери надолго достаточно, пока они не повзрослеют и не сами выйдут во взрослую жизнь. И еще совет от психологов родителям. Кризисов не надо бояться – это нормальный этап. Только так ребенок может прийти на новую ступень развития. История этого танца началась в 70-х годах прошлого века в Америке. Сейчас хип-хоп очень популярен во всем мире, очень часто им увлекаются подростки. Сегодня узнаем, чем детям так нравится этот танец и какая польза от хип-хопа организму. История танца началась в Южном Бронксе. Это один из районов Нью-Йорка в 1967 году. Хип-хоп – это уникальное и неповторимое танцевальное направление, которое пропагандирует свободу и открытое противопоставление себя всему миру. Наверное, именно из-за этого танец быстро стал популярным и не сдает своих позиций до сих пор. Сейчас открыты тысячи разных студий и школ, где можно научиться танцевать хип-хоп. Прийти можно уже в 7 лет. Дарья Тисленко – преподаватель танцев. Ребятишки самые разные. Приходит кто просто нулевой, приходит кто уже с классической базой. Приходят даже бальники бывшие танцевать, которые поняли, что в бальниках уже все, а хочется еще что-то, например. То есть совершенно разные. Основные элементы этого танца – всевозможные прыжки, падения, трюки, а также слаженное движение под ритмичной мелодией. Занятия хип-хопом подходят подвижным детям, помогают выплеснуть энергию и в то же время помогают сдержанным, скромным ребятам раскрыться, быть увереннее и на танцполе, и в жизни. Хип-хоп – это коктейль из двух компонентов – танец и спорт. Он повышает выносливость и улучшает пластичность, согласованность движений. Кроме того, у ребенка укрепляется мышечный корсет и улучшается осанка. На первый взгляд танец кажется простым, но за каждым движением – долгие тренировки и кропотливая работа над собой. Вообще танец, как ты можешь охарактеризовать? Что это за искусство? Это эмоции, просто эмоции и импровизация. Танец – это… ну его надо почувствовать, его никак этим не описать. Кстати, некоторые родители очень скептически относятся к такого рода танцам, считают их несерьезным времяпрепровождением. Скажи, пожалуйста, родители как отреагировали, когда узнали, что ты пойдешь? Ведь многие родители, взрослые, очень скептически относятся к всему современному. Ну, поскольку я раньше ходила на классические танцы, это достаточно отличается от хип-хопа. То есть я как бы шесть лет проходила на классические, а потом пришла в хип-хоп, то родители очень, ну, не очень хорошо отреагировали. И я сейчас стараюсь прям их убедить, что хип-хоп – это не просто какое-то… ну, просто танцы, а вот именно что-то такое мое, и я чувствую себя в этом прям очень хорошо. Я всегда люблю говорить детям, ой, детям, господи, родителям, что гораздо лучше, если вы будете знать, где у вас ребенок и что он делает, вот, чем вот он ушел гулять куда-то там. А на тренировках мы занимаемся настолько, что они у меня даже и, ну, не думают о каких-либо проблемах или о том, что, ой, может прогулять это все. Мне получается заинтересовать их, заставить работать. Вот. И мы делаем это весело, на самом деле. Посещая такие занятия, дети не только учатся хореографии, но и могут эмоционально расслабиться, становятся более открытыми, начинают свободно общаться со сверстниками и чувствуют себя непринужденно в любом коллективе. Всем привет! Привет! Приближается 8 марта, и мы скоро будем поздравлять наших мам, бабушек, теть и подруг с 8 марта. Готовиться будем мы заранее. Сегодня мы приготовим простое и очень красивое блюдо. Для этого нам понадобится апельсин, киви, молочная сгущенка и бисквит. Мы возьмем обычные кожи. Фрукты можно взять любые, но лучше с кислинкой. Берем бисквит, разрезаем его на маленькие кусочки. И кладем на дно стакана. Теперь берем сгущенку и добавляем ее в стаканчики. Теперь займемся фруктами. Мы уже подготовили наши фрукты. Берем наш фрукт и начинаем разрезать его на маленькие кусочки. И тоже добавляем в наш десерт. Теперь мы сделаем еще один такой же слой. Теперь берем киев и украшаем наш десерт. Десерт наш готов. Его нужно отправить на час в холодильник. Ну что, давай попробуем, что у нас получилось. Можно добавить сюда клубнику. Еще можно сюда мороженого добавить. А если вы знаете рецепты вкусных и простых блюд, то обязательно пишите в наш инстаграмм «Мама знает». А мы хотим поздравить наших мам, бабушек, тетей и подруг с наступающим праздником 8 марта. И желаем им здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Также желаем им счастья, здоровья и всего хорошего. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»